Добрый день! Сегодня будем варить и запекать колеса. Очень удобно, когда диски идут на бедлоках. То есть, если у нас сломался диск, мы выкручиваем несколько винтов, снимаем сломанный диск, шины у нас остаются целые, покупаем новые диски, устанавливаем и все. Но, как правило, на быстрых машинках диски у нас приклеены к резине, и, соответственно, если у меня, например, сломался диск, я его снять просто не могу, их необходимо будет оторвать, так как здесь у нас суперклей, и если это очень сильно тянуть, это может просто повредить шину. Поэтому есть два самых простых способа. Это их сварить или запечь. Давайте это и попробуем. У нас есть три колеса, у них сломанные диски. Вот эти два колеса мы будем запекать, а это мы колесо сварим. Посмотрим, какой способ будет удачнее, быстрее и лучше. На самом деле, с сваркой колес здесь достаточно все просто, а вот с запеканием есть некоторые нюансы. Но давайте пробовать. Берем кастрюльку и доводим воду до кипения. Чтобы наша духовка не слишком провоняла от запаха резины, помещаем два колеса в разные два пакета для запекания. Примерно вот так. Помещаем это в духовку. Градусов на 200. И оставляем в таком положении минут на 20. Вода начала закипать, помещаем наше колесо. Соль, перец, прованские травы по вкусу, ну у меня по классике, просто кипящая вода. И чтобы она не всплывала, положим сверху камешек. Прошло уже минут 15. Смотрите, два колеса, поскольку я не знаю, сколько они должны готовиться. Опыта у меня в этом плане очень мало. Поэтому одно колесо мы оставим прямо на 20 минут. Мы его распакуем, достанем, посмотрим, хорошо ли отходит клей от шины. И если оно хорошо, достанем второе. Если же все-таки плоховато, то оставим второе колесо еще минут на 10. Достаем первое колесо. Ух, ароматы. О, смотрите-ка. Хорошо. С другой стороны. Вообще, все четко. Слезло вообще без проблем. С этой стороны. И с этой стороны. Ну, значит, достаем второе колесо. Распаковываем второе колесо. Это более грязное, подсохшееся. Ну, отходит просто прекрасно. С этой стороны. Отлично. Давайте доставать из кастрюльки. Так, колесо мы варили чуть больше 20 минут. Ну, то есть, минут, наверное, 25-27. Так, ну, здесь не все так радужно. То есть, вообще не отходит. С другой стороны, давайте посмотрим. Честно говоря, вообще не отходит. Видимо, нужно доварить. Не совсем, конечно, понимаю, видно ли это на камеру, но от них еще идет пар. Колесики еще прям горячие. То есть, вот это колесо, на самом деле, было практически новое. Оно сломалось буквально там на второй день на морозе. Это колесо я, наверное, катал с полгода точно. Смотри, как видите, оно очень грязное. Поэтому паралонка достаем, прочищаем. Ну, и колесики откладываем. Договорил я минут уже 40. Но результат пока что никакой. То есть, видите, оттягиваю. Толку мало. Продолжаем варить. Итого, спустя полтора часа кипячения данного колеса, я все-таки его снял. Смотрите, во-первых, я в течение этих полутора часов три раза доливал воду, потому что она выкипала. Соответственно, я несколько раз, ну, раз в шесть, наверное, точно переворачивал колесо, потому что начало выкипать. Часть, соответственно, оставалась без воды. Приходилось вытаскивать, проверять, переворачивать, доливать воду и, соответственно, опять ждать. Плюсом, когда я все-таки вот уже увидел, что оно начало отходить. То есть, в принципе, начало спокойненько так слезать. Но я его вытащил, начал это делать сначала там рукой. Там внутри очень много влаги и, соответственно, серый, кипяченая, очень горячая вода начала резко тут выдавливаться. Я, соответственно, обшпарил себе руки. То есть, это произошло все не очень быстро. В двух местах, на самом деле, она вот так, ну, хорошо начала отрываться, но в двух местах она... То есть, здесь присмотреться где-то вот в одном месте, прям я даже чуть-чуть резину все-таки в итоге чуть-чуть подорвал. Ну, как бы это по внутреннему ободку, как бы это там вообще не страшно. Но, в общем, тоже это было очень заморочно и очень долго. И еще посмотрим на сам диск. Смотрите, он у меня прям деформировался в воде. Конечно, этот диск был на выброс и абсолютно все равно, как он себя выглядит. Но если бы, например, я снимал шину с целью там просто снять и там переодеть на другую, какой-нибудь там более симпатичный, например, диск. Да, диск вроде как бы целый, если бы у меня был. То, возможно, его бы так же повело. Если мы возьмем вот эти диски, которые мы достали после духовки, они у нас, в принципе, форму не потеряли. Ну и давайте подведем краткие итоги. Варка колеса или его запекание. Смотрите, запекание. Взяли колесо, еще раз повторюсь, положили в пакет для запекания, чтобы не было запаха, чтобы в духовке потом не остался запах жженой резины. 20, ну может быть, чуть там больше, 25, наверное, минута по времени я затратил на то, чтобы оно запеклось. Вытащил, очень легко все снялось, вообще беспроблемно. В данном случае это было гораздо дольше, то есть это даже чуть больше полутора часов по итогу это все заняло. Несколько раз доливал воду и, соответственно, по итогу еще и замучился его все-таки отрывать. И как бонус еще и колесо у нас потеряло форму. В общем, вариант по запеканию значительно проще, логичный и рекомендую пользоваться именно им. Надеюсь, видео было полезным, поэтому не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!